Шестой съезд врачей неотложной медицины под названием «Современные технологии оказания экстренной и неотложной медицинской помощи на госпитальном этапе» прошел 19 и 20 октября в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. В этом году съезд был приурочен к вековому юбилею НИИ имени Склифосовского – крупнейшего скоропомощного стационара России. Это год столетия Института Склифосовского. И в этот год у нас была задача, с одной стороны, воздать должное известнейшему центру с мировым уровнем и мировым именем, в котором развивались многие-многие технологии для всей нашей страны и для мира. Если говорить о Владимире Петровиче Демихове, который был основателем современной трансплантологии, о Сергею Сергеевичу Юдине, а еще и Дмитрию Алексеевичу Арапову, и Борису Александровичу Петрову, Евгений Алексеевич Лужникову, основатель токсикологии клинической, Сергею Владимировичу Орлову, известнейший комбустеолог. Это все вехи жизни страны, и они, так сказать, прежде всего обязаны заслугам Института Склифосовского. Поэтому сегодня был, с одной стороны, взгляд в прошлое и, так сказать, дань уважения всемирно известному центру, а с другой стороны, взгляд в будущее. Важной особенностью мероприятия было разнообразие представленных в докладах профилей экстренной медицинской помощи. Это уникальная площадка, на которой собираются люди, обсуждающие пациента с разных совершенно сторон, врачи разных специальностей, не только узко, например, в одном направлении, там, анестезиология, травматология или хирургия, а как раз комплексный подход к пациенту, который приезжает за неотложной помощью или находится в критическом состоянии. Приходя на эту конференцию, врач может посмотреть на различные точки зрения различных специалистов на лечение тяжелого пациента. Это очень уникальный такой опыт. Неотложные состояния занимают 60% всей хирургической помощи. И надо сказать, что сроки, например, доставки пациента в клинику, в операционную за эти годы резко уменьшились. Но наш, наш российский народ, плохо любит лечиться, поэтому, если говорить о плановых операциях, не экстренных, то в этом плане, наоборот, задержки большие. Вот с этим мы сегодня боремся. Сегодня мы обсуждали вопросы острого инфаркта миокарда, обсуждали экстренную хирургическую патологию, обсуждали инсульт. То есть те острые состояния, которые уносит большинство населения в нашей стране, в средствующие заболевания и онкологические заболевания, и наметили пути развития. Сегодня Центр Склифосовского, которому 100 лет, Институт Склифосовского, безусловно, является флагманом в развитии экстренной помощи пациентам. Поэтому этот новый корпус, в котором мы находимся, вертолётная площадка, конечно, впечатляет. Дай Бог, чтобы таких комплексов было больше во всех регионах. Ожидания у нас очень большие, и я очень надеюсь, что они реалистичные. Система неотложной помощи, она, конечно, сейчас принципиально отличается от того, что происходило даже 15-20 лет тому назад. Ну и поскольку я сам кардиолог, в первую очередь меня интересует оказание помощи при неотложных кардиологических состояниях, например, при остром коронарном синдроме. Это система, которая работает в нашей стране начиная с 2008 года, и она предполагает не только её, скажем так, существование при достижении какого-то уровня, но и непрерывное развитие. Сейчас мы делаем большой акцент на цифровизацию, начиная с этапа скорой медицинской помощи и непосредственно уже переходя на стационарный этап. В съезде приняли участие ведущие специалисты из регионов России, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, а также стран ближнего зарубежья – Армении и Узбекистана. Эта встреча, я еще раз убеждаюсь, что она была актуальна, что она была интересна. И наши будущие поколения – ординаторы, аспиранты, которые с удовольствием, не только мы слушали, но они с удовольствием слушали выступления ведущих специалистов нашей страны. Я думаю, это большой шаг вперед нашего будущего поколения. Площадкой съезда стал открытый в начале этого года флагманский центр «Склифа». Для участников съезда была подготовлена специальная экскурсионная программа, ознакомившая специалистов из регионов и столичных стационаров с новой системой оказания экстренной медицинской помощи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok